Безопасности там никакой не было. Для чего мы ставим вот этот периметр более-менее прямоугольный? Потому что мы планируем дальнейшими проектами насытить этот стадион площадками. А чтобы поставить, например, в этом углу площадку, и вот эта зона леса попадает сюда, то есть нам ее надо будет однозначно очищать. Мне кажется, если все-таки эта территория будет в перспективе у вас развиваться, первоначально нужно определиться с этими местами застройки, где что появится, и потом все-таки делать эту выпилку с учетом того, что необходимо. Дело в том, что мы, если не произведем сейчас внутри стадиона выпилку и начнутся занятия детей, это представляет большую опасность. Мы не сможем запустить детей, даже на обороженный, на этот стадион. А там вы сами видели, это и беговое кольцо, и стометровка. Дети катаются там и на роликовых коньках, и просто бегают, даже взрослые просто бегом занимаются, и на велосипедах там же катаются. Все-таки принимая решение о спиривании деревьев, руководствовались мнением каких специалистов? Сомнением того же лесничества Назаровского района, потому что 80-летняя береза, это уже перестоялое дерево, оно подлежит обновлению. В любом случае. В любом случае, это уже представляет она опасность. А наша роща, она не дает молодого подростка, так сказать, вообще ни одной молодой березки в ней не начинает, хоть и надеясь, что будет сама по себе обновляться. Растет только кустарник. Смотрите, сегодня уже работы ведутся, мы побывали сейчас на месте проведения этих работ, к сожалению, нет никакой аншлаговой таблички, которая бы говорила, какие работы проводят, кто подрядчик, какие-то контактные телефоны, и самое главное, вот это визуальные картинки. И судя по вашему целом, что сегодня еще определяются границы, но фактически... Нет, границы определены, границы определены. Единственное, встал вопрос об окончательном подсчете вот деревьев, сколько нам понадобится. А по первоначальному, сколько это было деревьев? Проект сам подразумел под собой только ограждение стадиона. То есть деньги выделялись федеральные именно по этому проекту. И деньги выделяются, сумма определяется от количества проживающего населения здесь, на территории поселения. То есть если бы у нас было меньше количества, тысячи человек, то мы бы этот проект не смогли реализовать. Я сейчас немножко о другом. Вот вы говорите, будет произведен окончательный расчет, сколько берез будет убираться, сноситься. А изначально, в каком количестве, да, сколько берез все-таки будет снесено? Там будет более тридцати. Более тридцати. Но они будут не вглубь, а по этому периметру. По крайней. Сегодня же снесено. Максимально мы, конечно, сохраняем я жизнь. Тоже не враг зеленый. Мы снесем.